Рост тарифов, земельные проблемы и повышение пенсионного возраста. Вот главные социальные вопросы, которые казахстанские активисты общественных организаций намеревались обсудить на минувшем собрании в Алматы. Однако и тут правительство узрело политический подвох. Власть одержима просто облязовой фобией, когда в каждом протестном движении граждан страны видит руку обляза. Каждого потенциального участника собрания перед поездкой в Алматы повестками вызывали в агентство по борьбе с экономической преступностью. Удивительно, но разгар профессиональной деятельности этого ведомства пришелся именно наканун безобидного мероприятия демократических сил. Известных оппозиционеров на этот раз в агентстве жаждали видеть аж несколько раз. Вероятно, следователи испытывают острый дефицит в работе, если намеренно ищут ничтожные поводы для новых встреч и смакуют их целый месяц. Мараджа Нузаков, пожалуй, рекордсмен по посещению финансовой полиции. С конца мая он побывал там семь раз. Последний визит случился аккурат в день собрания. В 9.00 на 12 меня пригласили. Ваша явка строго обязательно. При неявке без уложительной причины органы финансовой полиции вправе обеспечить принудительный привод. И попробуйте определить по этой повестке, кто я. Я подследственный или же подозреваемый или потерпевший. С другой стороны, как правило, они должны подчеркнуть. Но они ничего не подчеркивают. Между тем, в повестках не указывают даже повод для обязательной явки, а это уже нарушение. Впрочем, кто в диктаторской стране посмеет жаловаться на власть? На это и весь расчет. Представители демократических сил Казахстана понимают, что финансовая полиция, которая обязана заниматься исключительно экономическими преступлениями и бороться с коррупцией, пытаются выслужиться перед властью и поэтому ставят своей основной задачей не допустить активистов до места массового сбора, тем самым срывая намеченные мероприятия. Людей вызывают на так называемые разъяснительные беседы, где откровенно запугивают. И надо сказать, сотрудникам Финпола это порой удается. Например, из Семипалатинска на собрание в Алматы планировали приехать более десятка активистов, но добрались лишь двое. За неделю, полторы до отъезда начались вызовы массовую финансовую полицию. Люди, у которых был бизнес, у них неожиданно находились какие-то там проблемы с налоговым управлением. Лично меня финансовую полицию вызывали несколько раз, спрашивали, что я якобы чуть ли не владею всеми деньгами гражданина Аблязова, что я организовываю поездку людей на незаконные деньги, и что мои действия противоречат действующему законодательству. Хоть и по повестке, но чуть ли не на дружескую беседу. Только без чая и пирогов. Так сотрудники финансовой полиции предпочитают называть допросы активистов. Вопросы тривиальные. Сколько составляет аренда офиса и в какие сроки ее нужно оплатить? Правда, под конец вкратчиво интересовались, не связан ли гражданин с бывшим руководством БТА-банка и Мухтаром Аблязовым в частности. И так каждый раз. Беседу, которую провел со мной этот полковник, они даже допросом не называют. Вот когда я требую, чтобы адвоката запустили, чтобы она присутствовала, рядом со мной давала мне советы, он говорит, это не допрос. Если был бы допрос, то можно было бы в том... Я бы обязан пустить ее. А так как это не допрос, это просто объяснительные, то я ее не пущу. В результате разъяснительно-объяснительных задушевных бесед финансовой полиции на минувшем собрании демократических сил в Алматы активисты недосчитались около 50 коллег. Кого-то сумели запугать в органах, другие просто не смогли доехать без документов и билетов. Их финпол отбирал у тех, кто наотрез отказывался писать расписку о согласии не посещать собрание. Кстати, сотрудникам этой конторы вовсе не обязательно тратиться на покупку мобильных телефонов и ноутбуков. Электронику они также конфискуют в процессе беседы и чаще всего не возвращают вещи их законным владельцам. Жить-то надо! Андрей Заокский, Андрей Цуканов и Евгения Сазонова специально для информационного канала 1612. Продолжение следует...